Беречь здоровье нужно с молоду, а не гнаться за модой, ведь сегодняшние модницы – будущие мамы. И, кстати, о моде. Большую популярность набирают естественные домашние роды в противовес родам в казенном учреждении. Безусловно, веками женщины рожали, конечно же, не в больнице, и сейчас эти времена что, возвращаются? Почему женщины все чаще пренебрегают профессиональной помощью и какими последствиями грозит домашнее родоразрешение, узнаем у Антона Суханова, заведующего с делением планирования семьи областного перинатального центра. Антон Александрович, доброе утро. Доброе утро. Сейчас в интернете активно обсуждаются темы домашних родов. Хочется понимать одно – это какой-то возврат больше к старорусским обычаям, с бабками-повитухами, или все же влияние Запада и моды какой-то? Ну, наверное, начнем с того, что домашние роды – это в любом случае плохо. То есть позиция акушеров-гинекологов вообще в современном мире в 21 веке – однозначно это плохо, домашние роды. Потому что это очень большой риск, большой риск как для матери, так и для будущего ребенка. Для этого, соответственно, и создаются перинатальные центры. У нас государство выделяет огромные деньги для строительства стационаров третьего уровня, чтобы минимизировать те риски и те осложнения, которые могут возникнуть во время домашних родов. Ну, вот в любом случае, да, мода это или возврат к обычаям. Мы поняли, это плохо. Вы говорите о рисках. А на какие риски идет мама в таком случае? Ну, в первую очередь, это материнская смертность, осложнения во время родов. То есть это такие серьезные осложнения, как кровотечение, гибель плода, гибель матери. То есть эти очень страшные осложнения, которые возникают, к сожалению, могут возникнуть при несвоевременном оказании медицинской помощи, вот именно в домашних условиях, либо вне стационара. Появилась новая профессия в связи с тем, что рожает дом, это доула. Это женщины, которые поддерживают роженицу в процессе, или, возможно, это мамочки, которые прошли какой-то специальный курс обучения. Вот можно ли ориентироваться и надеяться на профессионализм доула? На самом деле профессионализм, я бы так не сказал, потому что это, во-первых, люди, которые идут на те риски, про которые мы говорим, да, с вами. То есть они юридически никак не отвечают за те последствия, которые могут возникнуть именно в домашних условиях. Поэтому здесь это как советчица, наверное, в большей степени присутствующая народа, которая не несет никакой ответственности и спроса ее никакого не будет. Поэтому лучше не пренебрегать своим положением, а обращаться в стационары. Ну, хотим мы этого или нет, в любом случае, даже после нашей беседы, даже после того, как вы сказали, что это очень опасно, все равно рожать будут дома, это 100%, от этого никуда не уйти. Поэтому наша задача сегодня, наверное, хотя бы немножко предупредить, как-то проинформировать. В каких случаях роды дома могут быть безопасными? Я не знаю, срок течения беременности. Они в любом случае, роды дома будут, не могут быть небезопасными в любом сроке беременности. То есть в каждом сроке беременности свои есть, как говорится, прелести свои, и осложнения могут возникнуть. Поэтому нет такой градации, что они когда-то могут быть безопасными. То есть получается, если женщина возражает дома, что-то пошло не так, что мы вызываем скорую? Однозначно вызывают скорую помощь. А везти в больницу? Ни в коем случае женщина, особенно в первом периоде, в втором периоде нетранспортабельна, лучше вызывать скорую помощь. Если такой случай все-таки произошел немедленно, транспортировать в ближайший стационар, в ближайшее учреждение родоспоможения. Ну, многие не рожают в казенных учреждениях, потому что боятся роддомов, да? Есть у нас такие услуги, чтобы создать идеальную атмосферу, вот как дома? Идеальная атмосфера – это создание индивидуальных родильных залов, которые, в принципе, сегодня в стационарах вторых и третьего уровня присутствуют. То есть, эта атмосфера индивидуальная, присутствует партнер на родах, где имеется индивидуальная кровать, индивидуальные мониторы, средства необходимые, которые понадобятся во время родов. То есть, это индивидуальный родблок, так называемый. Что ж, я думаю, что выводы каждая женщина из нашей беседы сейчас сделает сама. Спасибо большое за встречу, желаем вам хорошего дня. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...